Это видео за несколько часов облетело весь интернет. На кадрах видно. Из мешка на муссоперерабатывающем предприятии достают кота. Судя по комментариям, почти все просмотревшие видео солидарны в одном. Тот, кто это сделал, не люди. Кажется, этот кот рожден в рубашке. Сотрудники горкомхоза спасли животное от смерти. Кот ужасным образом оказался на предсортировочной ленте. Он был крепко-накрепко завязан в мешке. Питомца спас Михаил Тукаш. Мужчина работает на предприятии с сортировщиком без года недели. И уже такая находка. Спаситель кота подтвердил, мешок с четвероногим был туго перевязан веревкой. Поэтому забраться или выбраться самостоятельно не мог. Вид у него был ухоженный, а глаза испуганы. Само спасение, с его слов, чистая случайность. Кот не мяукал, мешок не шевелился. Я просто выполнял свою работу. У меня было мешок разрезать, посмотреть, что там на наличие металла. Так нельзя делать. Они живые. Они все это чувствуют. Они боятся. Им страшно. Михаил предполагает, кот мог пребывать в мешке около 12 часов и 4 раза мог лишиться жизни. Еще до того, как попал на ленту. Невозможно найти тех людей, кто ответственно, кто так поступил с домашними питомцами. Соответственно, их поступок остается безнаказанным. Кот пока остается без клички. Зато определились хозяева. Над животным берут шефство в региональном министерстве природы и цикличной экономики. В ведомстве хвостатому даже придумали должность. Мы уже ему определили место. У нас будет заместитель министра по охране животного мира. Жить будет непосредственно в своем министерстве. И мы, сотрудники ведомства, полностью за него будем нести ответственность. Горкомхоз – кузница суперменов нашего времени. Кот – третье спасенное животное. До этого из пакета здесь вытащили африканского ежа, которому по результатам голосования дали кличку Везунька. После Нового года ежик переедет на ПМЖ во дворец творчества детей и молодежи. Спустя месяц сортировщики обнаружили двух черепах. Их оставили жить на предприятии. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ.